Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Данали и сегодня мы будем смотреть очередную игру Horse Games IP, то бишь игры для iOS или Android, а короче на мобильные устройства. Сегодня мы рассматриваем игрушку Wildshade, это аналог компьютерной игры Alicia Online, скачки на лошадях с использованием элементов магии и разведения. Начинается игра с того, что нам предлагают выбрать себе персонажа, но к сожалению потом мы этого персонажа переделать кардинально не сможем, то есть только вот из предложенных моделей мы выбираем себе человечка. Их всего 8, 4 девушки, это такой средний типаж, афроамериканский, светленький и азиатский типаж и точно такие же у нас парни. Причем вот этот мне больше напоминает какого-то дедульку. Ну и разумеется мне из всех этих типажей больше всего подходит первый и выбираем имя персонажа, к сожалению мы не можем его самим выбрать и тут дословный перевод практически в половине всех этих имен. Ну вот допустим надо, тут еще главное, алфавит он не на русском языке последовательно сделает, а на английском, поэтому не удивляйтесь, что у вас вначале идет вроде бы как перевод английского произношения, а потом что-то другое. И это очень сложно найти нужное вам имя, я попытаюсь сейчас, о, Мунфлай, Элла, Э, сейчас попробую бы Эрик, а Эрика, где Эрика, я хочу Эрику, Элиана, Эли, то есть вы видите, такой кошмар, такая куча мала, вот где-то Эс тут еще появляется, Клэр, ну давайте Клэр, Мунфлай, Ладно уж, хотя я конечно бы хотела другое имя, но это я вам говорю, что это надо просто залезть, здесь брус есть, с головой и не вылезать, пока вы не найдете нужное вам имя. Клэр, Мунфлай, хорошо, давай будем играть таким персонажем, так, окей, далее нам дают возможность выбрать нам первую нашу лошадь, их всего три, это вот Вороная с белой проточкой, светло-серенькая, тоже по-моему там светлое белое проточено на лбу, и вот такое а-ля Пейнт Хорс, я пожалуй всего этого разнообразия выберу светло-серенького, подходит, имя Мокль Кистян, в принципе имя можно переделать, но я его оставлю таким, потому что мне нравится. Далее, а вот дальше начнется самое интересное, это обучение. Вот у меня нету никаких подключенных гаджетов, и буду играть на том, что есть, то бишь управлять большими пальцами. Как всегда у нас левая часть это управление направлением, а правая часть что-то используем. Управляйте лошадью. А-а-а-а! Очень сложное управление. Все-таки я привыкла к Алисе, и там как-то динамики больше и попроще. Вот, я пробовала в эту игрушку играть на телефоне, я скажу вам, что на телефоне как-то ее проще воспринимать. Вот я сейчас просто с планшета снимаю, вот, да, использование, и на планшете у меня как-то глаза не воспринимают то, что происходит по бокам, когда я поворачиваю, то есть у меня идет сильное размытие. Здесь у нас просто пока что обучение, ничего такого сложного, ничего нового, нужно обязательно, по-моему, прожимать правый угол экрана перед препятствием, чтобы ваша лошадь прыгнула. Дальше есть вот такие баночки, эти баночки позволяют получить моментально какую-то способность. В Алисе это была, это аналог магической, такая облачко пыльца, я не знаю, в котором нам тоже выдавали вот такие вот разные уже накопленные способности. Ну и тут, понятное дело, мне сейчас бонусы на ускорение дают. В принципе, проноровиться можно. Что по поводу графики? Графика достаточно мультяшная, не могу, она неплохая, то есть я не буду говорить, что она плохая, но... Я не знаю, вот если бы это была бы просто с такой графикой прогулочная игра, с возможностью покататься с друзьями, погулять по миру, мне кажется, было бы очень классно. Так, здесь нам выдают, кто сколько пробежал выйти, мы заново это обучение проходить не собираемся. Такой загрузочный экран у нас идет с Артиком, он, по-моему, всегда один и тот же. Так, после каждой скачки нам, кстати, показывают, сколько заработала наша лошадь и в чем, в силе, в скорости, в ловкости, а в ускорении и в духе. Вот, я не знаю, от чего это зависит, я пробовала когда-то, там непонятно, от чего что зависит. Так, и здесь есть такой некий абонемент по прокачке, за который нам дают плюшки. Из плюшек тут есть амуниции, валюта, какие-то дрифты, то бишь способности, лошади. Ну, лошади, я, кстати, не знаю, что там у них по характеристикам. Светло-бенивые дерева, это окрасы какие-то, амуниция, прически, опять же лошади. Вот, но внешне мне, по-моему, вот только вот одна вот эта лошадь понравилась и все, и то она и дается там на каком-то 40-ом уровне, 50-ом. В общем, я не помню, где там предел всех этих уровней, но вот дают амуницию, валюту, несколько лошадей на все это. Вот, так, это нам не надо. Так, давайте же посмотрим, давайте начнем с коллекции. В коллекции здесь представлены все масти, все возможные, которые существуют в игре, то есть вы можете просто даже, ага, из любопытства собрать лошадь вашей мечты, наверное, не знаю. Да, тут отдельно задняя нога, передняя нога отметины, цвет левого глаза, цвет правого глаза. То есть можно вот двухцветное существо, а, я случайно тебе два одинаковых сделала, двухглазое вот такое вот существо сделать, пятнышки на морде. И тут вроде бы ему написано, что можно это все как-то скрестить или пойти в магазин, но я не знаю, как это, что это вообще. Вот, тут тоже разные масти есть, туловище, классическое единорожье, такое вот. Ну, единорожье все попроще. Да, здесь есть единороги, и мы сейчас с ними тоже познакомимся. Далее мы посмотрим лошадь. Здесь прописаны все наши лошади, пока что она у меня одна. Ей можно менять гриву. Здесь также прописан паспорт нашей лошади, каждый. Вот, здесь масти, все цвета, все пятнышки, все-все-все-все-все. И также показана какая редкость. Максимальная редкость это 5 звезд. То есть сейчас у нас просто точечки, а есть, по-моему, звезды редкости. Стоило. У нас доступно, по-моему, два стоила. Третье придется докупать. Вознесение, я так понимаю, это... Это либо нам самим нужно добиваться таких результатов, чтобы бесплатно возвыситься или задешевле. Или вот за 500 вот такой валюты нам Вознесение сделает вот такие характеристики. Брашинг. Брашинг, да, здесь есть чистота, которая тратится. И нужно будет покупать щеточки. Это меня вообще удивило. Это вообще кошмар какой-то. Каждый раз щетку покупать. Это не положено. Что это такое? Так, награды вот тут справа сверху у нас. Список среди всех, среди нас, среди друзей. Где, на каком месте. И вы можете наблюдать, что самые высокие, по-моему, первые три места получат в течение... Вот, в течение двух дней. Вот тут у нас сверху написано. Турнир закончится через два дня. По истечению этого турнира, те, кто заняли призовые места, получат либо седло, либо вот там валюту. До восьмого места. А дальше уже ничего, никаких плюшек и серии не ждите. Так, что у нас дальше? Седла, которые почему-то называются использовать. Вот, здесь вы можете уже посмотреть, сколько, что, чего стоит или что закрыто. Седла достаточно обычные. То есть, они особо не отличаются. Отличаются только цветами. Да, тут есть категории, как вестернское седло, а-ля конкурное седло. И точно такие же седла, только немножечко стилизованные. Ну, вот как. Ну, вот как, например, вот это. То есть, это вестернское, но оно еще вот с такой вот амуницией полнокомплектной. Также здесь вот есть отдельные уздечки, которые практически тоже все одинаковые. Отличаются только, по-моему, очень дорогие. Попоны. Вот тут какой-то комплект, видимо, продается. Попоны все похожи. Среди них категории нет. То есть, они отличаются только цветом. И я не знаю, характеристиками они отличаются или нет. Но похоже, что амуниция в этой игре является просто аксессуаром. То есть, она не дает никаких плюшек. Это странно. Всего на игру, я так понимаю, есть три вида причесок. Это базовая, которая на вашей лошади с самого начала. Заплетенная, которая дается на 74 уровне игры. И вот такая вот лохматушка на 22 уровне. То есть, да. И все. И никаких даже шишечек или ирокеза. Цвет гривы и хвоста. Они едины. То есть, разноцветными делать нельзя. Базовые делаются цвета бесплатно. А остальные вы их можете докупать и тоже перекрашивать. О, даже фиолетовые есть. То есть, в кастомизации есть коня. Но только гривы и хвоста и амуниции. То есть, пятнышки добавить, создать собственную лошадь. Я так понимаю, это не то. А вот как раз все наши существующие персонажи, которые здесь находятся. И все. То есть, со всадником, я понимаю, больше ничего сделать нельзя. Ни одежды, ни внешнего вида. И вообще ничего. Селекция. Селекцию мы сейчас попробуем использовать. Нам даются лошади на выбор. Разные. Ооо. И мы попробуем с ними скостить. Я, наверное, вот с этой попробую. Но чуть попозже. Так. Магазин. Самое страшное место для меня лично в этой игре. Но бесплатный подарок мы открывать не будем. Это цены на донатных лошадей. Вы просто посмотрите на это. Единороги. Хрустальный сапфир. И хрустальный аметист. Стоит 1700 рублей каждый. Причем, мне кажется, для такой цены у них очень маленькие характеристики. Прямо очень маленькие. Дальше идут уже летняя лошадь Кленовой Баха. Тоже 1700. Потом идет понижение. В зависимости от видов и от характеристик. 1400 какой-то единорог золотой. Просто золотой пакет. Это лошадь, так называется? 890. 890. Какой-то магический конь тоже 890. Зимний конь 890. Тоже 890. Ну, я не знаю, ребят. Тут такие характеристики. Мне кажется, их проще самому заработать. Стартовый набор, за который вам дают вот эту лошадь. И плюс еще, я так понимаю, 3000 вот такой валюты. 259 рублей. И все, и мы вернулись. А, нет, не начальное. Вот еще есть лошади. Они стоят какую-то другую валюту. Вот тут у нас, вы видите, вообще 3 вида валюты. И нужно еще разобраться, какая за что получается. Скидочки есть. Заработок доната. Вот еще какой-то лунной монеты. И вот кисти, то бишь щетки. Которые тоже стоят денег. Вы представляете? Я вообще в шоке. Тут есть... А, вот мы их все пролистали. Особые предложения. Ежедневные приложения кисти. Ой, так что я в этот магазин больше, если честно, бы ногой не ходила. Ну и давайте посмотрим селекцию. Тут есть выбор лошади. Показывается, сколько часов. Хотите приобрести? Нет, мы не хотим. Нам тут кое-кто понравился вообще-то. Вот. Можно найти красивые масти или же хорошие характеристики. Но я потка на красивый взгляд, на красивые пятнышки. Поэтому я попробую скрестить вот с этой красивой лошадкой. Просто, чтобы получить красивую лошадь. Характеристики меня не особо волнуют. Вот да, вот это моя слабость. Скрестить. Мы покупаем. Ждем. И вот таким вот образом нам показывают, что вот это вот, это наша лошадь. Она так появляется на свет. Ну что, обычная лошадь. Симпатичная. Так, что-то еще нам хотите сказать? Нет? Да, здесь мы выбираем, оставить ее или продать. Ну давайте мы ее продадим. За сколько? За 40. То есть я остаюсь в минусе. Но все равно. Продать за 40. Ага, нужно нажать и держать. Давай. За 40. Продаем. Так. Ну хорошо. А теперь мы попробуем найти здесь еще одна симпатичная. Вот эта симпатичная лошадка. Ага. Видите, разница в валюте. А что из этого зарабатывается тяжелее? Да, без разницы. Давайте теперь скрестим себя вот с этой лошадкой. Бунтар Везунчик называется. 70. Такой валюты. Точно такая же анимация. Смотрим. Какая лошадь нам. О. Вот. А, во, смотрите. Я забыла. Я забыла. Вот эти красные кристаллики, которые валяются рядом с нашей лошади при ее появлении на свет. Это тоже какая-то валюта, которую мы подбираем. И вот у нас уже 112 вверху. Вот вверху. Рядом с уровня. Это тоже. Так. Давайте вот эту красавицу. Красавца. Это кто у нас? Какой-то там эльф. Мэнстер. И попробуем все-таки пройти гонку. Тут есть какие-то гонки, кстати, турниры. А есть гонки компании, за которые вы получаете прикольные нишчачки. Таких как лошадей, деник, допустим, валюту. Ой, красивая лошадка, кстати. В общем, это длинное-длинное-длинное приключение. И к концу ближе вы получаете уже необычных лошадей. Все еще доники, все еще лошади, все еще валюта. Все еще лошади, все еще лошади. Сейчас я... Во! И в самом конце вы получаете а-ля... Самое главное сокровище. Это вот это вот. Вот это лошадь. Галактика. Вот. Ну, я не знаю. Давайте попробуем просто ради теста пробежать первую гонку. Гонку. Так, 470, 440. А давайте вот возьмем нашего молодого, маленького жеребеночка, недавно появившегося. И посмотрим все-таки, как выглядит эта гонка. Точнее, мы ее пройдем. Конечно, в обучении мы уже были. И там все то же самое. Но все-таки давайте будем честны и пройдем... Хотя бы первую главу какой-то сюжетки. А персонажи все одинаковые. Возможно, дальше большинство из них... Это... Эти мобы. Но я не уверена. Ладно. Проводопробуем. Вот. Так что... Что сказать? Давайте уже подойдем к итогам. Хотя у нас еще два круга впереди. Но все равно. Игрушка, конечно, классная. И с ней удобно играть на планшете, с телефона, где-нибудь с собой, с друзьями соревноваться. Но все-таки по внутренним разнообразиям, мне кажется, она, ну, скудна. Какую же игрушку можно взять, к примеру, на телефоне? Да много. Вот просто скачек мало. Но... К примеру, да, Алисия, она, конечно, на компьютере. Но все-таки. Какая же там система создания персонажа? Вы можете зарабатывать на такую кучу всего. На одежду. На амуницию. На улучшение своего участка. И мне кажется, даже если бы Алисия онлайн сделали бы на телефонах, то там все равно все бы это было. Так что мне кажется, это вот простая версия Алисии. Из серии ты уезжаешь, тебе ехать там сколько? 20 часов в поезде, тебе нечем заняться, и ты любишь скачки. То тогда, да, тогда это твой ВАй вариант. Но в остальных случаях, я не знаю, в эту игрушку я точно играть не буду. В принципе, когда она впервые появилась и открылась для общего доступа, я так и сделала. Я не осталась в ней, я не стала в нее играть. Мне она не понравилась. Хотя тогда она только появилась. Но сейчас я могу стопроцентно сказать, что она не для меня, и я не для нее. Вот так вот, кстати, несмотря на то, что я много ввязалась, и в меня много раз попадали, мне кажется, большая часть игроков сейчас здесь, это все мобы. Потому что я выиграла. Да, у меня по очкам, конечно, не 5 звезд, но я приехала первой. Хотя мне казалось, что можно было бы ебиться до конца, и под конец бы, может быть, нас, человека 3-4 между собой бы пихались, чтобы кто первый до финиша приехал. Вот. Наша лошадь получила новый уровень, новые вот ускорения, ловкость, скорость духа. От чего что зависит, я не знаю. Наверное, от зависимости от использованных способностей и навыков. Так, и здесь нам сейчас показывают абонемент, что нам, опять же, повышают уровни. Мы получаем какую-то валюту, и все. Так что вот такой вот вышел обзор игрушки Вилдшейт на мобильное устройство. Пишите, играете ли вы эту игрушку, пробовали, какие у вас были впечатления от данной игры, и продолжаете ли вы в нее играть. А на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем обзоре смартфонных игр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова